Добрый день! Я бы хотела представить доклад «Языковая способность больших языковых моделей». В настоящее время большие языковые модели демонстрируют высокий уровень владения естественным языком. Они понимают смысл запросов и порождают текст, неотличимый от человеческого, благодаря чему способны успешно вести диалог с пользователем на различные темы. При этом, однако, остается открытым вопрос, насколько их языковая компетенция действительно адекватна языковой компетенции человека. Датный вопрос широко обсуждался во многочисленных исследованиях на протяжении 2023 года, и в докладе мы представим их краткий обзор. Будут рассмотрены основные точки зрения на то, как устроена языковая способность человека и наиболее интересные эксперименты по изучению языковой компетенции больших языковых моделей. Вообще, язык — это способность, которой человек обладает силой принадлежности к своему биологическому виду. По данным сайта Etalog, всего в мире более 6000 живых языков. Однако, можно ли говорить о безграничности языкового разнообразия? Если же нет, то существуют ли такие законы природы, которые описывают, каким язык не может быть аналогичным, например, законам естественных наук. В теоретической лингвистике существует две противоположных точки зрения на этот счет. В соответствии с нативистской гипотезой, выдвинутой Намом Хомским, наш биологический вид оснащен специализированной когнитивной системой, которая ограничивает возможный язык. Эта система, также называемая языковым органом, одна и та же у всех представителей Homo sapiens. Языковой орган максимизирует эффективность усвоения языка, позволяя игнорировать значительные классы, совместимых с внешним стимулом гипотез об устройстве языковой системы. Этим объясняется эффективность усвоения первого языка в условиях ограниченности или бедности стимула. Это накладывает принципиальные ограничения на допустимые в языке структуры, тем самым выделяя в пространстве возможностей класса невозможных языков и задавая пределы языкового разнообразия. В соответствии с альтернативной теорией, использование и усвоение языковой системы – это часть общей когнитивной способности к представлению знаний и манипуляции с ними, которая не специфична для языка. По мнению сторонников этой позиции, языковое разнообразие или вовсе не имеет принципиальных ограничений, или ограничены ровно в той степени, в которой представители человеческого рода имеют одно и то же анатомическое строение, схожие паттерны социального взаимодействия, разделяют среду обитания, жизненный опыт и культурные переживания. Таким образом, ключевая дилемма относительно языковой способности человека состоит в следующем. В соответствии с этим подходом, исходное состояние когнитивной системы при усвоении первого языка – это табло-раса, то есть отдельный человеческий индивид рождается без врожденного или встроенного умственного содержания, а способность к языку полностью строится из опыта и чувственного восприятия внешнего мира. Сторонники другого подхода постулируют наличие языкового органа или врожденной универсальной грамматики, то есть набора правил и принципов, которые присущи каждому человеческому языку и встроены на генетическом уровне. Аргументы лингвистов за и против каждой из теоретических систем можно разделить на два типа. Первая группа аргументов связана с универсальными свойствами естественных языков. Если существуют определенные характеристики, которые присущи всем языкам мира, можно говорить о наличии универсальной грамматической ограничений, которые сформированы в сознании людей уже при рождении. Вторая группа аргументов опирается на экспериментальные данные об усвоении языка детьми из области психолингвистики, когнитивной психологии и нейронауки. В качестве примера рассмотрим аргументы сторонников нативизма. Утверждается, что существует огромный объем сведений о характеристиках естественных языков, которые не подвержены варьированию. Одним из таких свойств является обобщение о консервативности квантерных слов естественных языках, которое было выдвинуто исследователями в области семантики в начале 80-х годов. Функция квантерных слов в формальной семантике определяется как установление отношений между множествами. Так, квантер все указывает, что а является подмножеством b, квантер некоторые, что пересечение множеств а и b не пусто, а квантер большинство, что число элементов пересечения множеств а и b больше, чем половина числа элементов а. Рассмотрим истинность утверждения «все кошки черные» для следующих рисунков. В первом случае все кошки и все собаки являются черными. Утверждение истина, так как кошки являются подмножеством всех существ черного цвета. Во втором случае одна из кошек является рыжая и утверждение ложно. В третьем случае все кошки и одна собака черные, а другая собака рыжие. Тем не менее, утверждение также является истинным. Следовательно, чтобы нам оценить истинность утверждения «все кошки черные», не требуется принимать во внимание объекты, которые не являются кошками. Ну, в частности, для нас неважно какого цвета на рисунке собаки. В этом, собственно, и состоит свойство консервативности квантерного слова «все». Чтобы выяснить, верно ли, что множество а кошки является подмножеством b черных существ, нам не требуется принимать во внимание те элементы множества b, которые не относятся к множеству а, то есть в нашем случае это собаки. Важное обобщение формальных семантистов состоит в том, что все квантерные слова естественного языка обладают свойством консервативности. Наличие подобной характеристики, универсальной для всех языков, является аргументом в пользу нативистской гипотезы. Аргументы об универсальности определенных языковых свойств подкрепляются экспериментальными данными из области усвоения языка. Обнаруживается, что выражения, которые не обладают свойствами естественно-языковых, не усваиваются детьми. В частности, был проведен эксперимент по усвоению детьми искусственных квадратных слов, то есть тех, которые не засудительствованы реальным в естественных языках. Выяснилось, что дети могут усваивать искусственные квантерные слова только в том случае, если они консервативны, тогда как искусственные неконсервативные квантерные слова являются неусвояемыми для детей. Контраргумент противников нативизма состоит в том, что универсальные свойства языка имеют слишком частный и фрагментарный характер, тогда как нормой, плохо совместимой с нативистскими представлениями, выступает варьирование без каких-либо отчетливых ограничений. Ну и кроме того, данные о наличии специфичные для языка мозговой активности, приводимые в литературе, представляются противоречивыми и неполными. Перейдем, наконец, к большим языковым моделям или, как сокращенно их называют, LLM. Как известно, в последние два года, в 2022-2023 году наблюдался их взрывообразный рост. Это такие модели как Palm, Lama, GPT-4, Bloom, Mistral и многие-многие другие. С появлением LLM стало доступно принципиально новое качество обработки естественного языка. Важный вопрос, который нас интересует, состоит в том, возможно ли рассматривать LLM как действующие модели человеческой языковой компетенции. И если это возможно, то могут ли они дать решающие аргументы для разрешения теоретической дихотомии, которую мы обозначили выше. В течение 2023 года велась довольно оживлённая дискуссия на эту тему и в ней приняли участие и теоретические лингвисты, и исследователи в области NLP. Ряд исследований позволяет утверждать, что языковая компетенция LLM впервые приблизилась к человеческой. В частности, GPT-4 проявляет металингвистические способности, то есть способности к построению эксплицитного фонологического, синтаксического и семантического анализа языковых выражений. При сравнении языковых моделей GPT-3.5 и GPT-4 было обнаружено, что именно вторая модель оказывается способна к построению рекурсивных структур, которые отличают язык от коммуникативных систем других биологических видов и также способна к проведению операции над ними. Так, обе модели одинаково хорошо справились с написанием термина рекурсия и привели конкретные языковые примеры. Однако качество решения остальных задач отличается для данных моделей. Обе модели попросили определить, какие предложения из списка содержат рекурсию и GPT-4 правильно классифицировал все предложения, тогда как GPT-3 заметно уступает ей и часто делает ошибки. Кроме того, GPT-4, в отличие от GPT-3.5, корректно справилась с добавлением уровней рекурсии в предложения. Ну и кроме того, при построении синтаксических деревьев с помощью пакета Форест и Злотеха GPT-4 допустила лишь незначительные ошибки, а GPT-3.5 нарисовал некорректные деревья для, то есть предоставил код для рисования деревьев, который был некорректным для целой группы предложений, тех, у которых добавление рекурсии осуществлялось слева. На слайде вы можете увидеть результат выполнения одного из заданий модели GPT-4. Это добавление уровня синтаксического вложения. Можно увидеть, что модель корректно добавляет вложения на уровне предложения, это примеры 1.1 и 1.2. Нам важно обратить внимание на последний пример 1.2, где GPT-4 создаёт предложения странные вложения в центре, то, что по-английски называется Center Embedding. И как таковые предложения с центральным вложением встречаются чрезвычайно редко, хотя тем не менее грамматичны, но вероятнее всего они практически отсутствовали по обучающим данным моделям. И способность GPT-4 генерировать подобные предложения без явного запроса к этому позволяет предположить, что модель некоторым образом усваивает синтаксическую структуру. Один из противников нативистского подхода Стивен Пантадоси в своей статье делает довольно громкое заявление, что LLM позволяет уклонить теоретическую парадигму Хомского. Основной аргумент состоит в том, что языковая способность LLM неотличима от естественной языковой, то есть она развивается исключительно с опорой на внешние данные, без всякого аналога языкового органа. Следовательно, у нас нет эмпирических оснований, чтобы предполагать наличие специализированного, предустановленного в систему механизма, который обеспечивает усвоение. Ну и утверждается, что LLM – это наилучшая из имеющихся теорий естественного языка. Безусловно, Хомский и его приверженцы высказали противоположную позицию. Их основной аргумент заключается в том, что компетенция LLM не является естественной языковой, то есть LLM неизбирательны в отношении данных, которые невозможны в языке и способны усваивать их с той же эффективностью, что и данные естественного языка. Отсутствие полной идентичности языковой компетенции LLM и носителей подтверждается также тем, что модели существенно уступают человеческим индивидам в решении металлингвистической задачи вынесения осуждений о грамматичности языковых стимулов. Эксперимент проводился для трех моделей, и исследование было нацелено определить, как они справляются с распознаванием неграмматичных предложений. Рассматривалось восемь явлений из английского языка – это аттракция при согласовании, которая показана в примере 2, анафора, центральное вложение, сравнительные конструкции, интузивные мстимения, единицы отрицательной полярности, порядок прилагательных и порядок наречий. Для каждого явления было спрошено 5 грамматичных и 5 неграмматичных предложений, и бронт выглядел как either following sentence grammatically correct in English и, собственно, дальше само предложение. На графике вы можете увидеть среднее значение метрики accuracy для LLM и для людей. Можно заметить, что и естественные носители, и большие модели дают корректный ответ в том случае, если предложение является грамматичным. Результат для неграмматичных предложений отличается. Если люди в целом успешно справляются с обнаружением ошибок в примерах, то для LLM доля правильных ответов значительно сокращается. Исследование показывает, что протестированные языковые модели, во-первых, нечувствительны к просматриваемым нарушениям, которые содержатся в неграмматичных предложениях, и, во-вторых, не склонны чаще давать положительный ответ «да». Этот результат может послужить подтверждением позиций нотивистов о неразбирательности языковых моделей и способности усвоить в том числе явления, невозможные в естественном языке. Однако это утверждение, что языковые модели не способны отличить возможное от невозможного, было экспериментально проверено командой исследователей под руководством Кристофера Поттса. Авторы обучили модель GPT-2 на датасете BBLM. Он состоит из 100 миллионов слов. Это примерно соответствует объему языковых данных, которые доступны ребенку при усвоении языка. Стандартный датасет был модифицирован тремя операциями. Это перемешивание shuffle, обращение reverse и перескакивание hop. Причем правила, по которым проводились эти операции, они не свойственны естественным языкам. Получается, что в shuffle датасетах токены всего предложения или его части случайно перемешиваются. При обращении, то есть операции reverse, токены частично или полностью приводятся в обратном порядке. В датасетах с перескакиванием hop возле каждого глагола остался токен s или b, который соответствует согласованию с подлежащим по единственному или по множественному числу. И в случае токен hop этот токен перемещался на четыре токена вперед, а в случае word hop на четыре слова вперед. Успешность освоения датасета в статье измеряется с помощью перплексии. Соответственно, чем меньше значение перплексии, тем ближе предсказание модели к обучающему корпусу. Во время эксперимента авторы обнаружили, что при обучении на модифицированных датасетах перплексия больше, чем во время обучения на стандартном наборе данных, а ее снижение происходит медленно. На всех трех графиках стандартный набор данных обозначен серым цветом, но, соответственно, набор данных с различными операциями другими цветами. И различие между стандартным набором данных и модифицированными датасетами наиболее велико на датасетах с перемешиваниями, то есть shuffle, и не менее выраженным на hop датасетах перескакиваниями. Данное исследование подвергает сомнению и утверждению о неразбирательности языковых моделей, поскольку усвоение данных, которые не характерны для естественного языка, оказывается более затруднительно. В заключение можно отметить, что исследование языковой компетенции LLM превращается в самостоятельную междисциплинарную исследовательскую задачу, которая к тому же осложняется их быстрой эволюцией. Так, текущее отклонение от человеческой языковой компетенции у LLM, если они и реальны, то их трудно оценить с точки зрения непреодолимости в будущем. Ожидается, что в ближайшее время решение этой задачи будет осуществляться по двум направлениям. Получение данных о том, насколько языковой репертуар LLM подчиняется известным универсальным ограничениям на языковую структуру. И второе – это поиск ответа на вопрос о том, ограничены ли и, если ограничены, то насколько в способности LLM к усвоению разнообразных классов невозможных естественных языков. На следующем слайде можете видеть литературу, которая использовалась в презентации. И на этом все. Спасибо за внимание!